Добрый день, уважаемые жители Республики Сахая-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике характеризуется наличием 105 новых случаев коронавирусной инфекции, выявленной впервые по данному управлению Роспотребнадзора. В столице нашей Республики зарегистрировано 64 случая, 14 случаев зарегистрировано в Мегино-Кангаласском районе. В Кабайском районе идет увеличение количества зарегистрированных случаев. Особое внимание обращаю как граждан Кабайского Улуса, так и оперативного штаба Кабайского Улуса в необходимости принятия мер как по усиленной вакцинации, так и по соответственно соблюдению ограничительных мер, установленных на территории Республики. Необходимо обратить внимание на осложнение ситуации в Уссалданском и Чуропчинском районах, где зарегистрировано 5,14 случаев соответственно. В связи с чем также хочу обратить внимание на то, что вакцинация населения, а также соответствующие меры ограничительные, дадут нам возможность не распространять инфекцию далее. По три случая зарегистрировано в Илюйском, Намском и Хангаласском Улусе, а также в Алайховском, Неренгринском и Алёкминском зарегистрировано по одному случаю. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, действительно на настоящий момент ситуация по распространению коронавирусной инфекции является в Республике достаточно сложной. В связи с чем, соответственно, учреждения здравоохранения управления Роспотребнадзором дальше продолжают свою работу как по выявлению новых случаев, так и по соответствующему лечению. Но всем необходимо, чтобы жители Республики сегодня как можно больше осуществили вакцинацию для того, чтобы противостоять вирусу. Всего за сутки нами проведено 1903 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Практически за год пандемии обработано 1,085,524 теста. Тем не менее, непосредственно, на настоящий момент, хотя и снижены темпы роста коронавирусной инфекции в Республике, тем не менее, заболеваемость растёт. На 17 мая у нас в Республику поступило 136 084 дозы вакцины. Первую дозу уже получили 121 708 человек. Сегодня дополнительно поступает партия около 10 тысяч доз в целях проведения усиленной вакцинации, в том числе и в достаточно наших крупных и самых сегодня сложных районах с точки зрения санэпидемобстановки. Это в городе Якутске и Мегино-Кангаласском районе. Так, в городе Якутске увеличивается количество пунктов вакцинации. Принятое решение вчера и сегодня с 23 до 64 количество пунктов вакцинации увеличивается. И, соответственно, в пять раз увеличивается количество мобильных бригад с 23 до 129. Адреса пунктов вакцинации можно узнать на официальных сайтах и в аккаунтах. И, соответственно, вся вакцинация проходит в поликлиниках по месту жительства. Кроме того, по заявкам организаций и по заявкам групп граждан, соответствующую вакцинацию можно провести и путем вызова соответствующих мобильных бригад. Учреждения здравоохранения республики готовы к тому, чтобы осуществить вакцинацию в короткие сроки в соответствии с теми требованиями, которые на настоящий момент являются непосредственно обязательными для безопасности. Единственными противопоказаниями против вакцинации являются рекомендации врача либо относительно беременных и кормящих матерей, либо относительно граждан, которые обладают определенными аллергическими реакциями на составляющую вакцин. Такие установки может дать только врач. Приглашаем вас в пункты вакцинации для усиленной вакцинации, так как решить проблему по борьбе с коронавирусом сегодня, не объявляя локдауна, мы можем лишь только с вами все вместе. Продолжение следует...